23 января состоялось очередное заседание правительства Тверской области. Основным вопросом повестки стали итоги реализации в минувшем году государственной программы по сохранению, популяризации и государственной охране культурного наследия. Попутно губернатор Игорь Руденя поставил задачи по работе на данном направлении на плановый период до 2029 года. В Тверской области насчитывается более 10 тысяч объектов культурного наследия, 3270 памятников архитектуры, 1289 историй и монументального искусства, 5920 археологии. По их количеству Верхний Волжий является лидером в Центральном федеральном округе. За прошедшие несколько лет отреставрированы важнейшие достопримечательности. Среди них колокольня Николаевского собора в Калязне, драмтеатр и музей Салтыкова-Щедарина в Твери, краеведческий музей в Беженске, усадьба Василёва, входа Иерусалимский собор в Торжке и многие другие объекты. При этом федеральные эксперты отмечают комплексный подход регионального правительства. Общество обратило внимание на то, что действительно очень сбалансировано, направлено финансировано на решение тех проблем, которые стоят перед Тверской областью. Достаточно многое подсвечено работе по ремонту, по восстановлению, по реставрации объектов культурного наследия. Но значительная часть — это обеспечение, учётная документация объектов культурного наследия. В ближайшие годы эта работа продолжится. Планируется провести в порядок ещё многие объекты. Образец жилой застройки по улице преподаванного Макаря в Калязне, особняк братьев Невортиных в Беженске, флигель дворянской усадьбы по улице Держинского в Торжке и многие другие. Кроме того, готовится проект реставрации Дома дворянского собрания и Старого дворца пионеров в Твери. Отдельный вопрос — стрелка рек Волга и Тверца в областном центре. На этом месте воссоздадут комплекс застройки отроч-монастыря, а здание речного вокзала перенесут. На что есть объективные причины? Мы утратили ротонду, мы утратили часть галереи, стены мокнут, а потом речной вокзал был поставлен несправедливо. Перед его постановкой был снесён комплекс отроча-монастыря. Так что губернатор справедливо, мне кажется, предложил восстановить ту самую утраченную справедливость. Глава региона поддержал предложение вице-президента Софийско-Троицкого благотворительного фонда Юрия Аганова о воссоздании исторического тракта от села Кой Санковского округа в сторону Углича. Это даст большой импульс для развития восточной части Верхневолжья. Если эту дорогу восстановить, то по нашим экспертным оценкам это позволит привлечь со стороны Золотого кольца от 20 до 40 тысяч индивидуальных путешественников по мере развития инфраструктуры гостеприимства, гостиниц, объектов питания. Среди актуальных задач, поставленных губернатором, активное вовлечение объектов в хозяйственный оборот и привлечение частных средств для восстановления достопримечательностей Верхневолжья. Для этого власти Тверской области уже рассмотрели и одобрили соответствующие решения. Будут внесены необходимые изменения в государственную программу, будут сделаны системные меры поддержки дополнительные. Это в том числе налоговые льготы и на здания, и на землю под этими зданиями. Также это, скорее всего, будут льготные кредиты, либо компенсация при введении в хозяйственный оборот памятников исторического наследия. Еще одна инициатива, которая нашла поддержку губернатора, предложение зампредседателя ВАОПИК Дениса Юдина проводить экскурсии по интересным местам Тверской области по аналогии с культурно-архитектурным проектом «Узнай Москву». Участниками таких мероприятий могут стать как жители, так и гости Верхневолжья.